Приветствую вас, если отвечать на ваш вопрос просто, то вот посмотрите на процесс, который происходит у вас, когда вы сравниваете себя с другими людьми. Процесс такой, что вместо того, к примеру, вместо того, чтобы делать, допустим, то, что я хочу, к примеру, да, я смотрю на других людей и беру их достижения, достижения других людей, беру их достижения и налагаю, налагаю эти достижения на себя. Думая при этом, что у меня должно быть то же самое. Ну, предполагая, думая, да, предполагая, думая, что у меня должно быть то же самое. Хотя, на самом деле, это, конечно же, не так. То есть, как бы, на самом деле, не должно быть такого, чтобы вы сравнивали себя, да, свои достоинства, свои, значит, какие-то достижения с другими. Это означает обесценивание себя, то есть первичный процесс связан именно с обесцениванием себя. То есть, сначала я себя обесцениваю, сначала, сначала я себя обесцениваю, а потом начал сравнивать с другими людьми. Ну, опять же, да, потому что, ну, а выбор-то какой. То есть, если я себя обесцениваю, значит, наверное, нужно же что-то получить, да, так нельзя же только забирать. И вот таким образом, на мой взгляд, таким образом, вы пытаетесь что-то получить. То есть, сравниванием, сравнением себя с другими людьми, вы по факту компенсируете то, что вы обесцениваете себя. А вот почему вы себя обесцениваете? У кого вы научились обесценивать себя? Это уже вопрос. То есть, кто вам внушил, да, кто сказал, что вы, ну, там, как-то недостойны, да, что вы должны ориентироваться на других людей. И глубинная проблема связана с тем, что это недополучение обратной связи от родителей. Вот прям такая глубинная проблема. То есть, как бы, глубинная причина в том, что в момент, в тот момент, когда нужно было вам задать вопрос какой-нибудь, да, ну, вот родителям, например. Те вопросы, которые естественным образом возникают у каждого из нас. Вот. Вот в этот момент вы ничего не получили. То есть, не получили вы ответов на вопросы, которые у вас были. И, соответственно, именно по этой причине вынуждены были обращаться к другим людям за ответами, естественно. И привыкнув, привыкнув взаимодействовать с другими людьми с детства, значит, на предмет того, что вас волнует, например, того, что вы хотите и так далее. Вы и сравниваете, постоянно сравниваете себя с другими людьми. Людьми. Хорошего, конечно, для вас в этом нет ничего. Я полагаю, что это очевидно. Ну, я надеюсь, что это очевидно. Вот, что хорошего в этом нет ничего. Ну, выходом из этой ситуации является, значит, добор тех ответов, которые вы не получили. Отслеживание обесценивающих мыслей в своей голове и направление их в позитивное русло. То есть, вот, когда вас впервые обесценивали, да, вот, когда вас прям первый, самый первый, первый раз обесценивали родители, у вас был протест, у вас был протест, у вас была какая-то позиция. Ну, вот, но со временем вы предпочли эту позицию скрывать. Со временем вы привыкли ее не выражать. И, соответственно, не выражая свои позиции, вы подавляли свои же чувства. И подавление сейчас ваших чувств достигло до такого, постигло такого уровня, что каждый раз, когда вам хочется напомнить себе о том, что вот, ну, что я там, к примеру, хорошая, что я, к примеру, достойная, что я, к примеру, к примеру, лучшая, да, вот. Каждый раз, когда это происходит, вы как бы, как бы сбиваете себя, и по привычке, по привычке вы проигрываете вот то, что я должна себя сравнивать, значит, с другими людьми, вот, ну, по привычке. То есть, это происходит по привычке, вот. И наша цель, да, раскрыть, собственно говоря, ваши чувства, именно раскрыть ваши чувства, напомнить вам о том, что они существуют, ваши чувства, вот. И позволить им, вашим чувствам, влиять, влиять на ваше поведение и на все решения, которые вы их принимаете. Это наиболее качественная и наиболее адекватная для вас модель работы. Я не знаю, заметили вы или нет, но даже вот в своем вопросе, да, вы говорите запрет. Даже в своем вопросе, вы проговариваете запрет. Вы говорите, как перестать. А попробуйте, вот, то же самое, да, то же самое, значит, проговорить, только, условно говоря, без запрета. Попробуйте проговорить. То есть, что стоит за сравнением себя с другими людьми? Что за этим стоит именно? Ведь я не думаю, что если вы погопаетесь в себе, вы не скажете, чего же я хочу. Конечно, на первый взгляд, на первый план выступит идея о том, что я хочу, там, к примеру, да, ну, я хочу, там, допустим, чего-то от людей, к примеру. То есть, такая будет мысль, такая будет идея, что хочу чего-то от людей. То есть, к примеру, хочу, там, чтобы люди меня признавали, хочу, чтобы меня любили и так далее. Вот. Здесь необходимо подняться немножко выше. Здесь необходимо подняться выше и в то же время чуть глубже опуститься в свое желание. А что за людьми-то? Что за людьми-то стоит? Какие потребности вы хотите удовлетворить свои через людей? Выделить их в чистом виде? Выделить их в чистой форме, если угодно. И вот это будет тем шагом ваш вперед, да, тем шагом вперед, который поможет вам разрешить свою проблему текущую. Которая поможет вам, это будет тем шагом вперед, значит, значит, который станет началом того, что вы будете принимать себя именно такой, какая вы есть, и не будете сравнивать себя с другими людьми. Не потому что вам нужно это перестать делать обязательно. А потому что больше не будет в этом никакой нужды. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я відп 쉬 Oh вы, мне мой вз Cela крупный способ. Поехать!